Очень крутые нейросети я для вас нашла, честно говоря, я очень рада этими находками, я знаю, что вы для себя что-то найдете, будете приятно удивлены, поэтому не будем затягивать, поехали. Первая нейросеть. Представьте, что вы могли сказать что-то нейросети, что вы хотите создать, показать ей это, и она превращает это в реальность. Звучит очень неправдоподобно до сегодняшнего дня. Ребята, нашла нейросеть, которая творит магию. Она может создавать мини-страницы на сайт, мини-приложения, игры, вообще все, что угодно, и там не нужно регистрироваться, нет никаких пробных версий и так далее. Я думаю, что пока. Нейронка называется Teal Draw. Как она работает? Мы заходим на сайт и рисуем, что мы хотим создать. Например, хочу создать приложение для генерации картинок, например, типа Mid Journey, только свое. Я ей рисую все схему, кнопочки, описываю каждую кнопочку, что она должна отвечать, затем выделяю и нажимаю сделать реальным. И за несколько секунд у меня, ребят, готовое мини-приложение по генерации картинок. Пишу, например, медведь, и вуаля, она мне создала картинку медведя. Это просто чудеса, честно говоря, я не знаю, каким образом она выдает так быстро нужные картинки. Возможно, она выдает мне картинки со стоков, хотя здесь нет ни вотермарков, ничего. Показываю, что еще можно создать. Делаю страничку для записи на мой курс. Скоро, кстати, второй поток, поэтому сделаю, чтобы протестировать. Где человек будет заходить на страничку, потом я хочу проверить, будет это бот, не бот, и далее его перекидывают в мой бот, где у них происходит коммуникация. Схема будет следующей. Напишу веб-трините здесь и хочу, чтобы была какая-то анимация. Я прям пишу здесь. При запуске страницы эти полупрозрачные шарики на заднем фоне бесконечно падают сверху вниз в хаотичном порядке для визуального эффекта. Потом кнопочку записаться на курс. Вот после нажатия на эту кнопочку появляется всплывающее окно, где пользователь должен пройти тест. То есть как бы вы добавляете все, что вы хотите и подписываете, говорите нейросети, что она должна сделать с этим. Потом опять все выделяю, нажимаю сделать реальным и вуаля оно работает. Просто рабочий сайт. Я просто на самом деле в приятном шоке. Слева сверху, кстати, можно еще загружать свои видеофайлы, как с компьютера, так и с интернета. И все, что нужно сделать, чтобы это приложение работало, это нужно всего лишь ставить свой API от OpenAI. То есть она работает на чате GPT, да, и все ваши запросы, которые вы делаете, отправлять чат GPT, а сама программа работает бесплатно. Благодарочка лайк, это просто мега находка, ребят, я вообще в шоке. Следующая нейронка позволяет работать с вашими таблицами. Это мега крутая нейронка, если у вас есть множество данных, разных отчетов, таблиц, и вам нужно получать с них инсайты, анализировать, выписывать, в общем, взаимодействовать с таблицами или данными. Работает она на основе ИИ, а значит все, что есть в таблице, ИИ посчитает и сделает за секунды, за тебя. И что ее отличает от других сервисов-аналогов, что здесь у тебя нет каких-то лимитов работы с ИИ, то есть у нее нет ограничений на использование. И что потрясает, она сейчас работает бесплатно, именно если мы говорим за работу с таблицами, и здесь пока не нужна регистрация. Как она работает? Допустим, мы заходим на дроуз, нажимаем create spare sheets, вставляем в свою табличку, я сейчас вставлю какую-нибудь фейковую табличку, и дальше выделяем, что нам нужно, нажимаем в правом верхнем углу на значок ИИ и пишем, например, попрошу выписать людей, которые хотят зарабатывать на соцсетях, чтобы он выписал их имя, почту и доход. И вуаля, я получаю данные о своих потенциальных клиентов. Теперь проверю, не ошибся ли ИИ, ищем этого же человека и смотрим, да, действительно, она хочет зарабатывать на соцсетях. Или, например, выпиши мне людей, которые зарабатывают больше трех тысяч долларов, их сферу деятельности и имена. Enter, вуаля, готово. В общем, вы намек поняли. Так вот можно проводить анализы, любые анализы, любые вычисления, стратегии по вашей таблице. И это только одна из функций, у него очень много других функций, он прям коннектится напрямую с OpenAI, можно подключать к Notion, к Google, там генерировать результаты по запросу прям в таблице и так далее. Там есть очень большая база шаблонов, которые вы можете найти под себя, под свои данные. Естественно, конечно же, это уже будет за подписку, но если вам достаточно просто проводить разные анализы с вашими таблицами, Rolls, классно, протестировала, мне очень нравится. И по ценам у нас есть бесплатный период, а если мы хотим использовать все функции, то это уже будет не дешево, конечно, но если вы работаете часто с таблицами, я думаю, оно того стоит. Следующая нейронка, думаю, будет вам актуально, если вы часто работаете с текстом, как я. Не просто сгенерировать какой-нибудь простой текст, кстати, GPT, а вам нужно профессиональный текст, с проверкой грамматики, профессиональные посты, массовые статьи, правильное описание товаров для бизнеса и так далее. Я нашла русскоязычную альтернативу, я думаю, вы будете приятно уделены. Во-первых, у нее есть бесплатный план, чего нет в остальных. И он довольно-таки большой, что вы можете протестировать. Во-вторых, она русскоязычная, поэтому она классно работает с русским языком. Называется она нейротекстер. Что мне здесь нравится? Мне здесь нравится профессиональный подход, несмотря на то, что здесь встроенная нейросеть. Например, мне нужно сгенерировать статью, я пишу заголовок моей статьи. И далее мне сразу же высвечивается под заголовки, я могу их поменять, изменить, убрать, то есть кастомизация, с чем-то я не согласна. Согласна. Если меня все устраивает, прошу сгенерировать мне саму статью, и я попадаю просто в полноценный редактор, который уже настроен, SEO оптимизирован. Полноценная статья, которую я могу немножечко подредактировать и публиковать ее в Google, да, то есть могу дописать, расширить, рерайт делать, сократить текст, автопродолжение сделать этого текста, добавить картиночки, ссылочки, повысить уникальность с помощью AI. Теперь, что нужно в хорошую статью? В хорошую статью нужны еще и картинки. Ими не нужно идти в Majority. Здесь есть функция генерация картинок. Сразу же можно сгенерировать до статьи изображения. Дальше. Здесь есть две функции, которые мне очень понравились. Первое из них это именно массовое создание статей. Нереально полезный инструмент, когда нужно протестировать разные идеи. Здесь можно создать, сразу же выбрать статью, например, и сгенерировать сразу же 30 статей. Одна идея, например, что такое умный чат-бот, сгенерировать 30 разных вариаций одновременно. Для продвижения это просто мега-фича. И вторая функция, которая мне очень понравилась, а это именно натренированные профессионально агенты. Помимо того, что вы можете сгенерировать классный текст, возможно, вам нужна какая-то консультация, либо вам нужно просто попросить AI в форме общения. Здесь это есть, здесь натренированный профессиональный агент на нейротекстер, нейромаркетолог, нейросеошник и нейрогений. И ты можешь с нейросетью консультироваться в онлайн-режиме. Классно, круто, нейротекстер. Думаю, вам очень понравится. Следующая нейронка. Перенесемся в мир музыки. Ребят, новая нейронка по генерации песен, которая генерирует прям полноценные песни у нас. И песни, вокал, куплеты с финалом по вашему желанию. Преимущество этого инструмента, так как он новый, он абсолютно бесплатный. Сейчас находится бета-тестирование, поэтому используйте, генерируйте себе различнейшие песни. Цените это время, когда бета-тест. И по результатам тестов скажу, что она работает довольно-таки хорошо. Чистота звука, качественный вокал. Вот, например, попросила сгенерировать ее песню о девяти кошачьих жизнях в стиле панк-рук. Если вы не любитель панк-рока, вам, возможно, не понравится, но, как вам не, классно. В чем ее особенность работы? В том, что, когда мы попросили создать песню по запросу, мы далее также можем добавлять разные инструменты, звуки в эту песню, которые мы хотим слышать. Ну, либо положиться на AI. Там есть три разные значения. Есть кастом, инструментал, автогенерация. Соответственно, кастом позволяет ставить, вы можете ставить свой существующий текст, чтобы она сгенерировала с него песню. Инструментал просто песню, автогенерация полноценная песня с текстом и так далее. И мне понравилось, что, во-первых, когда она генерирует, она генерирует две генерации. И вначале делает такую коротенькую генерацию, чтобы вы послушали, нравится вам этот трек или нет. И если вам нравится, здесь есть как раз опция увеличить этот текст. И увеличивать до тех пор, пока вам не станет скучно. То есть, здесь в чем фишка в том, что это можно догенерировать песню. То ли это какой-то отрывок, то ли какой-то отдельный куплет, то ли концовочка, то ли вступление и так далее. И, кстати, здесь можно послушать песни других пользователей, и их также можно изменять. Плюсы, она понимает русский и английский. Из минусов, она, конечно, понимает русский, но не всегда хорошо может качественно сгенерировать именно русскую песню. Но с английским работает очень классно. А вот с помощью следующей нейронки мы сможем создавать 3D-упаковки. Можно создавать любое количество дизайнов у этой нейросети. Просто есть почти все упаковки на свете, мне кажется, ограничений по количеству нет. Единственный минус, что без подписки у вас будет водяной знак. Но после просмотра вы точно найдете ей применение. А может, начать и свой бизнес. Потому что применяется она в создании упаковок для продуктов, в создании брендированного какого-то контента. Для маркетинговых компаний, например. Презентационные материалы, какие-то демонстрирующие, как она работает. Например, хочу создать подарок для мамы и сделать для нее новую брендированную упаковку чай. Заходим в приложение, выбираем форму упаковки. Тут, кстати, очень много. От бутылок до пакетов. Иду в Мирджорни, генерирую изображение по запросу. Например, генерирую картинку чая. Делаю бизнес для мамы. Затем загружаю каждое изображение в этот сервис. Подгоняю изображение по размеру и на две части. Добавляю разные элементы, например, там текст, значки и так далее. И вуаля! Персонализированная оригинальная упаковка чая готова маме на продаж. А где 3D? 3D здесь тоже можно сделать, чтобы посмотреть на результат в 3D или здесь какую-то анимацию. Здесь нужно нажать на кнопочку Save, потом вас перебросит в Canvas. И далее вы можете покрутить, повертеть вашу упаковку, как вы только хотите. И если нажмем на видео, то можно выбрать уже несколько анимаций, как будет появляться ваш товар. И еще нравится то, что у нас здесь создает видео с такими бликами, цветителями и так далее. Что делает товар более реалистичным. И вуаля! Вот такая вот упаковочка чая. Нет, так скучно. Давайте с музыкой, с предыдущей нейронкой. Бизнес для мамы готов. Строит этот сервис не за облачных цен 9 долларов в месяц. Следующее. Бесплатная анимация логотипов. SVG Artista. Это полностью бесплатный сервис, который может создавать анимации для вашего логотипа. Которые вы потом, например, можете добавлять на сайт. Здесь не нужно регистрироваться, здесь нет никаких пробной версии, подписок просто максимально просто. Заходим на сайт, нажимаем Open SVG File, наш файл, вставляем наше лого. Далее задаем цвет, форму, разные задержки для анимации. Например, попробую серый фон и вот такие вот настроечки. И, кстати, выбор анимации здесь очень много. И также можно санимировать, как оно будет появляться, как оно будет исчезать и так далее. И вуаля! Логотип в анимации готов. Ну, оригинально? Оригинально! И главное, что мне потрясает, что мы вот такие вот вещи, мы можем делать уже без сторонней помощи, а сами. Теперь, когда анимация настроена, вы можете попросить получить код, скопировать готовый код и вставить его на сайт. А если у вас сейчас вопрос, у меня будет картинка с Минджорни, как же ее преобразовать в формат SVG? То вы можете воспользоваться абсолютно любым конвертером в гугле, найдите, какой вам понравится. А затем, чтобы разложить все элементы в этом SVG файле, я использовала вот этот сервис, где вы сможете отделить каждый элемент вашего изображения друг от друга. А если вам нужна анимация вашего логотипа, например, не для сайта, а для видео, например, как, знаете, делают какие-то превьюшки этого видео, она начинается у нас с логотипа. Либо как фильм начинается тоже с какого-то логотипа, то есть другой сервис, он более продвинутый, называется Render Forest. Он уже не бесплатный, но там полно разных шаблонов с крутыми эффектами, с разными-разными результатами. И там можно не только генерировать анимации для логотипов, там еще можно создавать сайт, делать 3D-дизайн, создавать видео, 3D-персонажи, создавать клипы. В общем, это прям такой продвинутый классный сервис. Но протестировать каждую из вот этих функций можно, просто будет водяной знак, поэтому советую протестировать, можете найти для себя находку. Например, заходим на сайт, здесь есть выборка, что мы хотим создать. Видео, веб-сайт, лого, мокап. В нашем случае сейчас будет лого. Далее слева выбираем интро and logos, то же появление. И просто выбираете разный понравившийся вам шаблон, который не помечен короной, потому что они по подписочке. Затем нажимаем сюда, и в обычном формате или PNG придумываем надпись, которая будет появляться. Если их нет, например, на вашей картинке. Нажимаем стиль, выбираем стиль анимации, нажимаем превью и смотрим, что получилось. Прикольно и интересно. Классно. Есть и бесплатный период, а платный тариф начинается от 15 долларов в месяц. Следующая нейроночка для создания оригинальных QR-кодов. Как, например, вот таких. Это может быть сделано то ли с вашего личного изображения, то ли с вашего любимого изображения. Либо можно прямо здесь сгенерировать картинку, которая вам нравится. Очень простая нейронка. Понятный интерфейс. Есть бесплатный пробный период. При регистрации дается 25 кредитов, а это 25 QR-кодов. По-моему, с головой. Из минусов не все QR-коды сканируются, но это просто дел проб и ошибок. То есть нужно просто пробовать, пробовать, и что тогда получится. Если будут суперсложные какие-то картинки, да, возможно, оно не будет с первого раза работать. Как работает? Просто заходим на сайт, выбираем QR-код art, потому что в нейронке есть помимо другие инструменты, которые тоже можете протестить. Указываем ссылочку, куда будет ввести наш QR-код. Я указала свой сайт. Потом есть ползуночек, чтобы сократить ссылочку, чтобы и было проще сгенерировать QR-код, да? И далее поле для промта. Сюда можно ввести пробт. Я написала просто код. А так вы можете просто загрузить свое изображение. Выбираете разный пресет, стиль. И далее выбираем формат и качество изображения. Затем у нас идет температура. Ее бы я не трогала, потому что иногда от нее портится QR-код. Он не сканируется. И все. И ниже выбираем позицию и, собственно, сам QR-код. И вуаля, вот такой вот QR-код у меня получился. А вот что, кстати, получилось у других ребят с интернета. Классно, круто. 25 с 10 QR-кодов бесплатно. А платный тариф начинается 7 долларов в месяц. Это было все. Классные нейронки. Лайк, коммент, подписка. Моет много чего нового. Идите, тестируйте нейросети. Очень важно не просто смотреть, но и тестировать, и находить для себя интересные инструменты.